Как встретить другого, про какие-то правила отбора? Ну да, то есть, что это реальная проблема. Что другой может быть только один? Нет, не только один. Просто, в смысле, опять же, как вот можно на каких-то начальном этапе понять, что у тебя вот хотя бы эти мотивации там совпадают? Потому что навешивать там, что я тебя вот встретил, все, ты моя единственная, это очень легко, это понятно. Как женщина объективно может для себя понять эту мотивацию? Можно перед тем, как Николай расскажет, я вот оставлю один исторический факт. Вот просто на подумать, да? Когда-то мы путешествовали по Крыму на машине и заезжали в Казантип. В Казантипе сохранились истории такие, если вы пройдете данную экскурсию, вам расскажут. Есть история, что такое шапочный разбор. Слышали выражение такое, да? Оказывается, был период, когда там шли войны с турками, и было очень много раненых мужиков, которыми Екатерина, царица, предложила остаться в Крыму. Там вот в район Казантипа, там воды, они очень вонючие, потому что сероводорода много. И с пресными водами вообще проблема, потому что это кругом окружает море. И им давали деньги на построение собственной мазанки. И вот эти военные, кто там кромые, косые, кто какой получился после боевых действий, они получали от Екатерины деньги, там золотых, это была достаточно большая сумма. И вот они построили себе дома, вроде бы все хорошо, а жен нету. И тогда Екатерина издала указ, согласно которому надо было обеспечить их женщинами. Женщин собирали по всей России в длинном мазах. Некоторые помещики умудрились поменять свою старую жену на молодую, свою старую пихнув туда, как это называлось. Это у нас было не рабство, а у нас было право припасное. Так вот, согласно припасному праву, поотправляли туда девок незамужних, тех, которых после 25 уже не разобрали в своем селе, ну и плюс жену, вдов и так далее. Их туда везли вазами, привозили, и дальше церемония выглядела таким образом. Они собирались в общей хате, мужики все сбрасывали свои шапки, женщины заходили после этого в дом и брали каждая свою шапку. Выходили на улицу, и на ее шапку подходил ее муж. Подходил поп и всю эту толпу разом венчал. Шесть месяцев. Так вот, господа, у них не было ни одного развода. Если взять статистику людей, которые до сих пор живут там, в той местности, у них крайне низкий процент развода по генетической линии, по наследственности, по воспитанию и так далее. Между них в отношениях была не любовь, а было уважение. И есть такая особенность людей, которые прожили в браке долго. Начинается все с влюбленности. И лечить влюбленности до любви, наверное, бывает даже сложно. Потом дальше это переходит в принятие человека, в любовь, и ты не пытаешься его переделать. Он такой, как есть, тебе с ним хорошо, в стадии любви. И если стадия любви не переросла в стадии уважения, через каких-то 5-7 лет, я не знаю это все-таки, если это дело не переросло в уважение, то будет развод. Если эта стадия как-то сублимировалась и притерлись, и пошли дальше, то дальше отношения строятся уже на уважении друг к другу. При этом чувство, вот эта стабильная любовь, которая гарантирует спокойствие, комфорт, отношения, оно остается. И наши дети, они растут в этом. И они дальше по генетике будут нести вот эту программу мамы с папой. Тем детям, кому не повезло, и у кого родители разводились, и они переживали эти курные цены, им нечего нести, потому что наши дети берут с нас по подражанию. Они как маленькие мартышечки впитывают. И пытаться им объяснять одно словами, но при этом жить другой жизнью, невозможно. Поверьте, ребенка обмануть невозможно. Он все равно ровненько впитает в себя то, что ты есть. И понесет это дальше. То есть здесь уже важна искренность, искренность самому в себе, искренность в отношениях, в наших детях и так далее. Поэтому вот периодически вспоминая шокошный разбор, когда говорят там о любви, подходит, не подходит, все классно, все зависит от условий, и все зависит от отношений к партнеру. Отношения начинаются с уважения. Всегда с уважением. Я немножко в контекст скажу. Я 30 с лишним лет прожил в Средней Азии. Там все-таки менталитет немножко другой. Например, в том же Узбекистане, когда девочка там 16 лет, она выходит уже, скажем так, от человека за 60. При этом она уверена, что у нее будет столько-то детей, и любовь будет. При нее это вопросом не стоит. То есть любовь будет, она знает. У нас это дело случая, встретить встречи, как-то еще разлюбил и полюбил, там будет, и она знает, что для этого надо делать. Про то, что для любовь это результат ее действия, это плод ее рук.